Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях представители Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2. Это директор Жанна Николаевна Анисифорова и в первой части студент 4-го курса специальности «Фармация» Владислав Лахтин. Во второй части у нас будет еще одна студентка. И говорим мы сегодня, как и обещали в одной из наших программ, посвященной колледжу, о такой замечательной специальности, как «Фармация». Ну или «Фармацевтик», так говорят. Ну, понятно, что речь пойдет об аптеках. Вопросов масса, но начнем прежде всего с самого простого. А почему вдруг эта специальность в колледже и есть ли она в высшем медицинском образовании? Или она идет тоже так от школы до высшего образования? Специальность у нас в колледже с 2002 года. Специальность «Фармацевт» набор у нас всегда идет очень хороший. На эту специальность востребованность большая. Абитуриенты много подают заявлений, несмотря на то, что эта специальность у нас внебюджетная. То есть дети учатся за счет средств родителей. Но, тем не менее, конкурс большой. Три-четыре человека на место. Это приятно нам, потому что все-таки есть востребованность данной профессии. И мы готовы предоставить наши услуги по обучению этой данной профессии. Обучение у нас проходит в очном формате, режиме. Но с 2015 года у нас еще есть специальность «Фармацея» на базе 11 класса – вечерняя форма обучения. Заочная, если так сказать, вечерняя. Понятно. Очно-заочная. Очно-заочная. Ну, теперь подключаем к разговору Владислава. Скажите, пожалуйста, я вот раньше думал, что, наверное, две самые главные такие дорогие специальности, где можно зарабатывать хорошие деньги в медицине – это стоматология и что-то вот там, гинекология где-то в этом направлении. Ну, я, безусловно, там можно еще что-то назвать и так далее. Но стоматология – точно, да? Да. Вот. И вдруг на каком-то этапе, когда мы увидели, ведь в Советском Союзе аптека была государственная, то есть вот если в ней есть какой-то набор тех или иных препаратов, то и все. Ну, что-то и дефицит вечный, да? Не будем сейчас на этом концентрироваться. Но сегодня аптечный бизнес – это просто вот ты в музей как будто бы приходишь. Правильно ли я понимаю, что вы или ваши родители подтолкнули вас к этому выбору, потому что это очень такая выгодная профессия? Ну, да, родители тоже повлияли на мой выбор. Ну, а так мне в первую очередь самому хотелось помогать людям. Да и специальность очень интересная. Я всегда хотелось себя связать с медициной, и поэтому я выбрал эту профессию. Ну, медицина – это как хирург, да, он что-то вырезал, конкретно помогает. А так ты в аптеке пришел по рецепту. Я же специально сейчас провоцирую вас, да? Пришел с рецептом, пришел, выдал, есть, есть, нет, нет. И вдруг страшный вопрос задается. А вот этого у вас нет, а есть какая замена? И вот тут, наверное, начинается ваша помощь, да? Ну да, ну и помимо этого, также фармацевты, они, ну, много кто разбирается в лекарственных препаратах, в их механизме действия. А когда ты знаешь, как вот препарат действует на организм человека, ты можешь и себе помочь, и своим родным, близким подсказать что-нибудь, выбрать правильные препараты, знакомым помочь. Хорошо. Жанна Николаевна, итак, мы выяснили, что популярность, специальность популярная. Да. Вот, и сразу же такой вопрос, а чему учатся там ребята? Они проходят какой-то общий курс медицинского образования, потому что вот все-таки есть врачи практики, да, есть вот врачи, которые будут лекарства, да, там, подбирать и так далее. И потом есть же аптеки, где лекарства готовят, и они по-прежнему пользуются своей популярностью. Ну, безусловно, согласно учебному плану, у нас обучение 3 года 10 месяцев. Это довольно-таки приличный срок для специальности фармация. Соответственно, согласно этим планам, они сначала изучают общеобразовательные дисциплины, потому что поступают после 9 класса. За год оканчивают эти дисциплины, и потом уже начинаются спецпредметы. Они вводятся, если сказать, на фармацевтическом таком языке дозированно. То есть сначала у них идет анатомия, потом уже идет латинский язык. То есть они постепенно входят в эту профессию, изучая, начиная с низов, основы, там, истории медицины и так далее. Но 3-4 курсы у них уже более насыщены. Соответственно, там уже идут спецпредметы, такие как лекарствоведение. Это большой блок, модуль. Там изучается и фармакология, там изучается и фармакогнозия. А химия есть? А как же? Там же надо сливать в ванночках. Конечно, химии достаточно у них на курсе. Всего 6 химий. Там и биологическая химия, и аналитическая химия. Но все профессиональные химии. Это основа фармации, это, конечно, химия. Это важно. Да, они как юные химики должны знать очень много. Ну и, соответственно, потом уже идут у них практики. 4 курс усиленно идут уже практики, производственные, учебные, преддипломные практики, где они уже показывают свой опыт и знания уже не в теоретическом понятии, а уже в практических навыках. Сейчас, наверное, этот вопрос адресую Владиславу. Вот скажите, вы на сегодняшний день довольны, что вы выбрали эту дорогу? Да, я вполне доволен своей специальностью и в будущем своей профессией. А развиваться куда-то будете потом каким-то образом? На высшей стадии будете? Есть в высшей школе тоже? Конечно, есть. Как же? Ну, есть возможность пойти на провизора, но мне достаточно фармацевта потом. Вот поработаю в аптеке какое-то время, если захочу, то попробую на провизора, а так мне достаточно фармацевта. Вот еще у нас интересная тема – провизор, да? Ну, такой вопрос. Я не зря спросил про химию, потому что я вот могу признаться, для меня химия, хотя у меня пятерка по химии в школе была, но не моя история. Физика, да, математика, да, вот химия, вот это все. И я не восхищался всеми этими лабораторными опытами, но биологию еще куда не шло там. Ну, и, кстати, и ботаника тоже каким-то образом заходит. Вот я, как человек, который… Любой человек болеет, да, и почему-то в аптеках, которых готовят специально, да, там своей, может быть, или по рецептуре, какое-то такое отношение к чему-то вымирающему. Вот вы сможете приготовить по какому-то рецепту какое-то лекарство? Ну, да, у нас даже есть специальный предмет – технология изготовления лекарственных форм. Ну, это какая ответственность? Если вы что-то не докапали, любимая девушка написала вам на телефон в это время лишнюю каплю или не докапали, вот это же, ну, между жизнью и смертью. Ну, да, каждый, кто приготовит лекарственную форму, он полностью ответственен за нее, и он должен понимать всю ее ответственность. Понятно. Ну, в общем, к ответственности вы, Жанна Николаевна, приучили студентов. Отвечают прямо, не докопаешься. Ну, да. Такой вопрос. Сегодня, конечно же, огромное количество лекарств. Я сейчас обращаюсь к вам и как к пользователю, да, и как к учителю, к человеку, который отвечает за эту историю. Все-таки мы понимаем, что медицина, при всем нашем уважении, при всем том, что медики-герои, плюс вот сейчас из-за пандемии это раскручивается прямо на уровне государства, мы все-таки понимаем, что это работа. Это люди, которые потом будут работать. Есть хирурги, есть стоматологи, есть другие профессии, да, которые, мы знаем, что есть врачи, которые действительно от Бога, а есть врачи, которые все-таки как-то коммерциализируют свою деятельность. Вот я к чему веду. Как научить студента, чтобы он все-таки предложил подешевле таблетки, может быть, даже получше, а не подороже? Ведь не секрет, что многие врачи входят в некие тандемы с аптеками и говорят, что вы вот обязательно эту траву еще попейте, но только купить ее надо именно в этой аптеке. Такое же есть? Конечно, есть. Конечно, все зависит от грамотности фармацевта. Это понятно, что если это рецептурный препарат, а рецепты у нас все идут с международным непатентованным названием, то есть есть препараты, если в рецепте будет написано, ну, такой препарат от давления распространяется, как каптаприл, то фармацевт может продать каптаприл нашего отечественного производителя, который будет стоить, ну, допустим, 50-100 рублей. Но если сам покупатель скажет, вы знаете, вот я хочу это. Да, я хочу подороже. Понятно? Поэтому фармацевт может уже предложить такой же препарат, но, соответственно, импортного производства. А если приходит человек, который не очень часто болеет, типа меня, и мне вот прописала врач, я ей знать-то не знаю, что, оказывается, их три вида существует. Один 50 рублей, другой 150, а третий 700. Лучше же мне за 700 продать, потому что процентик-то сразу пойдет туда, верно? Ну, я же говорю, все зависит от фармацевта, от его гравотности, компетентности. Да, не колется же. Я не могу сказать. Хорошо. А кого больше, кстати, идет? Мальчиков или девочек, эту профессию? Вообще, изначально профессия фармацевта была мужской профессией. Да. Кстати, в каждом городе, особенно в европейских городах, в столицах всегда есть старая аптека, из которой наполовину сделан музей, со скляночками всякими. Со скляночками, да. Она половит, она до сих пор действует. Действительно, там часто... Да, сначала изначально была мужской профессией. Женщин фактически не было. Но так как меняется мир, меняется время, соответственно, сейчас, конечно, больше поступают девочек. Но мальчиков немного меньше, но они есть. И они идут уже целенаправленно. Есть мальчики, которые, допустим, в семье уже есть родители, либо они фармацевты-провизоры, либо вообще медицинские работники. А сколько... Ну, опять, наверное, вы не знаете. Давайте мне тогда вопрос. Владислав, а можно как-то заработать? Там же какая-то ставка, наверное, есть. Или от аптеки, от сети зависит? Ну, это тоже зависит от сети, от самой аптеки. Есть же также несколько вариантов, как можно заработать. Кто-то просто товар раскладывает, кто-то маркирует, оценники вешает. Сколько человек в аптеке? Ну, такой средний, да? Небольшой. Не в огромный, а в средний такой работает. Ну, директор, да? Человека три, да, заведующая. И, допустим, первостольник, который заказ состоит, и тот, кто разбирает товар, если ему разрешают, маркировщик. Мы сейчас будем завершать, и для того, чтобы Владислава отпустить, но мне нравится, как он отвечает, конечно, бы хотелось немножко пощипать его еще, но тем не менее. А какая главная цель? Вот вы в аптеке, предположим, вы заведующий аптеки. Давайте я вас повышу сразу в должности. Что там можно-то заработать? Но на чем? Правильно я говорю, что все-таки сейчас я рассматриваю это как нормальный экономический процесс. Все равно же компании, заводы, фирмы. Ваша же задача – аптеку наполнить максимальным количеством лекарств. Вот как это работает? Потому что есть аптеки, в которых практически все есть. Сейчас не про цену, да? А про репертуар. Системьер. А есть где вроде бы как, ну ничего нет. Это от чего зависит? Какая главная цель и мечта ваша как заведующего аптекой? Ну, лично моя мечта в роли заведующего – просто в своих познаниях понимать свою работу и то, чем я занимаюсь. А по поводу товара, ну, это от аптеки зависит. У кого-то, может, договоренности есть, какими-нибудь производителями, там, с рекламными интеграциями, может, какие-нибудь. А так, может, просто на складах нету какого-то препарата или ни одного, а на двух. Может, и там заново регистрацию проходит, лицензию новую получает. Да, это тоже так, что-нибудь. Ну, в любом случае, Владислав, давайте дождемся, пока вы уже встанете работать по полной. Я так понимаю, вы и практику часто, да, проходите какую-то уже, да? Да, проходите. Вот, когда вы уже встанете, когда можно вам все вопросы уже будет задавать, вас тоже пригласим в гости и поговорим, как это сейчас происходит. Ну, а с Жанной Николаевной мы не прощаемся. Во второй части к нам присоединится, кстати, теперь женский вариант, да, будущего аптекаря. И через небольшую паузу вернемся в студию. Продолжаем программу «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И сегодня говорим об аптекарях, об аптечном бизнесе. Но с точки зрения, конечно же, наших гостей, это специальность, которая называется фармацией. У нас присоединилась к нашему разговору студентка четвертого курса Сабина Гезалова, а также постоянно вместе с нами и отвечает за все в Люберецком феале Московского областного медицинского колледжа, номер два, директор этого колледжа, Жанна Николаевна Анисифурова. Жанна Николаевна, вот мы говорили о мальчиках и девочках, и выяснили, что около 19 человек сейчас... В выпускной группе. Это много или мало вообще? Вообще группа рассчитана на 25 человек. Ну, с течением 4 лет они уже заканчивают. Кто-то ушел в академ, кто-то очистился, потому что, ну, либо тяжело учиться, либо вообще понял, что это не его профессия. Такое тоже бывает. А какой главный-то итог? Стать заведующим аптеки и все? Или можно как-то... Что можно от этой профессии получить? Для студентов в будущем? В будущем. В будущем, конечно, так как это среднепрофессиональное образование, они... Фармацевт, это аптечный работник. Заведующий аптекой, согласно приказам, должен быть человек с высшим фармацевтическим образованием. Это провизор. Поэтому дети, если студент, если собираются учиться дальше, хочет повысить свой уровень и быть заведующей аптекой, соответственно, он должен поступить в институт. Сабина, вы планируете поступать в дальше? Безусловно. Все, видите, как я угадал. Мы не сговаривались, честно. То есть вы хотите быть заведующей и провизором? Может быть, не только. В дальнейшем планирую открыть свое дело, например. Ага. То есть очередную аптеку. Вот сейчас даже, наверное, если сесть с ручкой и подсчитать, сколько названий аптек даже в городском округе Люберц, я уж не говорю за всю Московскую область, то, наверное, много времени уйдет. Вот объясните мне, Сабина, как молодой, подающий надежды, фармацевт, вот когда на улице, например, три аптеки, ну, какой-нибудь в большом, да, в фрагменте городского округа Люберца, в чем смысл-то? Конкуренция? Конкуренция, конечно. Во дворе может быть очень много аптек. Каждый выбирает себе ту, которая ему нравится. У каждой свои плюсы. Есть интернет-заказы. Ну, мы знаем, да, крупные сети и так далее. Сегодня же, наверное, аптеку нельзя просто так открыть, вот, одну аптеку. Она все равно должна кому-то принадлежать, верно? Все верно. Не обязательно открывать сеть аптек, просто, если открывать одну аптеку, это не очень удобно, так как большая конкуренция. Сожрут коллеги. Совершенно верно. Потому что очень много, большие сети абсолютно, и их очень много. То есть, правильно я понимаю, Жанна Николаевна, что тут же еще бизнес-элемент в обучении должен, да? Конечно, а как же. Да, потому что, как мы выяснили, аптека – это не просто какое-то место, куда, ай, привозите мне все, да? Надо немножко покрутиться, повертеться, чтобы в твою аптеку приходили, и ты чаще всего говорил, да, есть, да, есть, да, есть. Это мы уже как потребители, да, воспринимаем. Когда в одной аптеке одно купил, в другой и в третьей – третья. Хочется все в одной купить. Поэтому у них есть такой предмет – организация экономико-формации, где их как раз обучают. Ну, во-первых, там будут понять, что такое аптеки, виды аптечной, аптек, аптечной деятельности. И они уже учатся основой мерчей дайзинга, они уже знают, как открыть аптеку, то есть их обучают, да, какие документы должны быть, и вообще, какой состав, номенклатурный перечень препаратов должен быть в аптеке рекомендуемый. То есть это уже студенты именно на четвертом курсе уже конкретно подходят к аптечному бизнесу, более уже основанно, ну, уже знают основы фармацевтического бизнеса. Вот я чем больше вас слушаю, тем больше сожалею о том, что я не пошел в это дело. Хорошая работа, да, Сабина? Сидишь, тепло. Если в хорошую аптеку… Ведь мы же в аптеку ходим, как в музейник, в прямом смысле, потому что там все разноцветно. На какой-нибудь… Причем от наклейки иногда, от упаковки зависит… Ну, собственно, как в продуктовом, да, магазине? Тот же пряник, если он красиво запакован, он в два раза дороже становится. И здесь тоже и такие, и сякие, и третьи, и десятые. В общем, аптека всегда, наверное, дороже иногда только бывают по внешнему виду некоторые заправки. Вот, поэтому уже хорошо. Вот вы почему сделали такой выбор? Что пошла в аптеку? Это был полностью мой выбор. Я заранее изучила специальность фармацевта и была готова идти. Родители меня абсолютно не подталкивали. Я осознанно пошла. Очень много плюсов в этой профессии. Очень интересно. Нас учат готовить. А вы как с химией? Вот там же того-то, щепотку того-того-того, чебрец там какой-нибудь. Ну, как колдовство. Алхимия такая получается. С химией все хорошо. Я с ней очень дружу. Дружите, да? Не с технологией. Не с технологией. А много сейчас вообще необходимость в подготовке вот этих вот живых лекарств, назовем их так, которые делаются прямо в аптеке? Ну, сейчас мало осталось производственных аптек, к сожалению. Раньше было, да, очень необходимо. Да, 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 да. Это раньше было необходимо. Сейчас в основном обычный отпуск лекарственных средств. Хорошо. Но вы... Еще такой вопрос и вам, и Жанне Каламне. Мне почему-то кажется, что мы идем к тому времени, когда и магазинов, как таковых, не будет, да? Будут просто какие-то площадки, витрины, вот. И все мы будем заказывать. Здесь и вместо магазинов у нас будут такие ячейки доставки, которые уже, в общем-то, существуют. Вот нет ли ощущения, что придет время, когда аптекарь-то не нужен был? Нет. Отказал в интернете, и пришло тебе. У нас нет такого ощущения. Все-таки лекарственные препараты, многие из них, это процентов 50, половина, можно сказать, а может быть, даже и больше половины, это рецептурные препараты. Поэтому в любом случае должен прийти посидитель в аптеку с рецептом. Естественно, фармацевт... У меня в интернете отправлю рецепт. Ну, знаете... Или там на госуслугах у меня будет рецепт. Ну, может быть, это и будет, когда-нибудь. Это я пугаюсь сейчас, а? Ну, а сейчас нет, но сейчас в любом случае рецепт должен быть в бумажном варианте, не в электронном, потому что если рецепт хранится 3 месяца, есть определенные журналы, куда заносится данный рецепт, и это же строго отчетности, соответственно, должен прийти посетитель в аптеку с рецептом, и фармацевт отпустить, рассказать о способе приема данного препарата. То есть живое общение всегда будет. Это безумно. Вы же таки сейчас подходите с такой, ну, с директорской позиции. А Сабина, а вы не боитесь, что профессия станет ненужной? Нет, не боюсь. Почему? Людям всегда нужна консультация фармацевта. Очень многие приходят именно за консультацией. Есть люди, конечно, которые могут прочитать в интернете, прийти, взять препараты и уйти. Но в основном люди приходят узнать мнение фармацевта, он им расскажет состав, он расскажет, как принимать, как хранить. Это очень важно. Вот очень правильно Сабина сказала, да? Почему? Потому что если внимательно почитать интернет, то любое заболевание, и самое страшное, и самое простое, там обязательно заканчивается фраза, что «а может это это, а может это это, и может быть это раковое заболевание». И все, человек понимает, что надо срочно бежать к врачу. Почему? Потому что на этом сайте обязательно есть какие-нибудь там на консультацию. Конечно, обязательно. И поэтому человек выбирает себе аптеку, выбирает еще аптекаря, потому что он ему доверяет. То есть он к вам как на прием приходит. Да. Вот часто бывает, выпишет врач, например, ну если врач, сейчас как у нас, если врач с врачом налажен контакт, он тебе скажет, вот это дороже, но там такой-то состав, вот мы тут в перерыве обсуждали. А здесь дешевле, но там другой состав. В принципе, можно и так, но лучше так, или иногда бывает дешевле лучше, чем дороже. То есть вот почему, наверное, профессия аптекаря, и даже сейчас, если мне нужно все-таки, чтобы пощупал же врач, по интернету не пощупаешь, поэтому вы будете как консультант. Но для этого нужно знать практически все лекарства. Можно в аптеке знать о каждой баночке что-то? Это, безусловно, приходит все с опытом. Сразу все знать невозможно. Ну да, постепенно. Постепенно узнаешь, постепенно повышаешь свою квалификацию тем самым. Но все равно, я думаю, что нельзя знать все абсолютно препараты, так как очень большое количество препаратов выпускают, получают лицензии. И огромное количество препаратов приводят в аптечную сеть. И ты постоянно изучаешь. Должна, Николаевна, следить, потому что вот лицензия заканчивается, значит, вы должны снять, да, этот аппарат? Да, есть сертификат качества. Каждый лекарственный препарат в аптеку поступает с сертификатом качества. И, соответственно, если вдруг, ну, бывает такое, что поступила партия с каким-то показателем некачественным, соответственно, эта партия вся изымается из аптеки. Ну, вы сами сейчас вышли на этот разговор почти. Моя любимая тема, тема многих – это так называемая плацебо. То есть есть такая версия, что чуть ли не 80% всего, что продается – это пустышки. Раня Калановна отвечает, а потом молодое поколение. Такого не может быть. Ну, такая хорошая теория. Ну, как это? Ну, это теория, понимаете? Ну, кто же проверять-то будет? Это фантазия. Ну, а как? Если мы пришли, купили лекарственный препарат, ну, пускай даже безобидно от кашля, да? И мы пьем, мы же сразу видим эффект, да? Так я себе говорю, я купил хорошую таблетку от кашля, и он как-то уже полегчал. Ну, это хорошо. Самовнушение никто не отменял. Оно всегда было, есть и будет. Но лекарственный препарат, он всегда действует. Если вам врач назначил какой-то лекарственный препарат, неважно, от головной боли, вы все равно выпьете, конечно, вы скажете, ой, сейчас мне полегчает, сейчас мне перестает болеть голова. Но в любом случае лекарственный препарат вам подействовал. Самовнушение – это самовнушение. То есть вы считаете, что нет этого? Я считаю, что нет. Плацебо вообще применяется в клинических испытаниях. Это да. Я сейчас говорю исключительно… Да, кстати, при коронавирусе применялись плацебо. Это да. В клинической практике плацебо применяется. Я говорю именно о мошеннической составляющей, потому что какая-то логика. Мы же журналисты все немножко рассматриваем иногда черную сторону Луны. И есть ощущение, что можно было бы на этом чуть-чуть заработать. Ну, какую-то не ту партию выдать за что-то другое. Да, Сабина? Такое же может быть. Нет. Почему? Я уверена, что такого просто не может быть, потому что аптечная сеть тщательно выбирает поставщика. И, конечно, возможно такое, что не сразу выбирают нужного поставщика. Это такое бывает. Методом тыка. Но потом находит того поставщика, который ему нужен. Но поставщик тоже, знаете, как продукты. Сначала делаем тот, а тот тем более сейчас, смотрите. Дошло до того, что, например, есть в продуктах не 500 граммов, а 441 грамм. То есть вот такая вещь. То, что не замечают. В аптеке не может быть такого. В аптеке нет? Нет. Хорошо. Еще такой вопрос. Знаменитые таблички в интернете. Ну, рассчитанные на покупателей. Какие вы дураки, вот одно средство наше 40 рублей, а вот их средство 400 рублей. Вот об этом, Жанна Николаевна, расскажите. Да, в интернете есть такие таблички. Но, в принципе, таблички составлены грамотно. Там есть действительно препараты, которые МНН, это международное непатентованное название, я уже говорила об этом. И торговое название. Всегда торговое название будет дороже, чем международное непатентованное. И если покупатель знает об этом, конечно, он придет и купит МНН, тот препарат, который будет в разы дешевле. Но по своим фармакологическим действиям оно будет такое же одинаковое, как и торговое название. То есть еще раз объясните. Вот, я не знаю, то, что в состав входит, надо это покупать тогда дешевле, или название самого лекарства? Я не знаю, как правильно сказать. В состав входит международное непатентованное название. Это название, оно едино вообще для всех. Но выпускается под разными марками. Ну, выпускается под разными марками. То есть лучше покупать... Как вот торт «Наполеон печешь», да? Ну, разные есть рецепты. Вы, я и сами. У каждого из нас на «Наполеон». Это все знают фармацевты. Это тоже они изучают на курсе лекарствоведения. Большой курс, на третьем курсе, третий и четвертый курс. То есть там огромное знание им дают по этим препаратам. Поэтому, конечно, они все это изучают и выходят уже на практику с большим багажом знаний по этим препаратам. Спасибо вам большое. Последний вопрос мы молодому поколению. Самина, вы вот будете идти вперед. Понятно, что наверняка нас впереди ждет тоже какая-то маленькая революция в лекарствах, да? Новые средства и так далее. Вот вы верите в то, что лекарства, которые есть сегодня, можно будет заменить чем-то? То есть там же тоже развитие есть. И вместе с этими лекарствами вы будете развиваться? Конечно. Тем более, как химик. Медицина, по сравнению, взять, допустим, 10 лет назад, медицина шагнула вперед. Появились средства, которые излечивают уже, например, даже рак. Уже лечится. Рак кожи. И еще что-то. Обязательно то же самое будет в препаратах. То есть сейчас есть препараты, которые также помогают. Но будет еще что-то лучше, которое будет быстрее действовать, например. Лучше влиять на пищеварение. Ну, знаете, тут система тоже двухсторонняя. Человек так устроен, что как только мы что-то одно вылечиваем, обязательно появляется что-то другое. Например, пандемия, от которой уже потихонечку появляются лекарства. Спасибо вам большое. Я благодарю Жанну Николаевну Анисифорову, директора Либерецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2. И студентов, которые сегодня участвовали в нашей программе, в том числе и студентку 4-го курса специальности фармации Сабину Бюзалову. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.